Меня зовут Брайан. Это моя жена Венера. Это Давид. Наши дети там бегают. Я сам с Мичигана, с города Петховский, это на север Венера, с Узбекистана, с Ташкента. Мы познакомились на миссии в Перми. Мы работали с организацией молодежь-миссии. Это долгая история, как Бог нас оба провел туда. Но, короче, мы там познакомились, служили Богу там 9 лет. И недавно переехали обратно сюда к родителям моим. Да. Ну, я так рад быть здесь с вами, так рад видеть старые друзья. Такие друзья, которые я никогда не предлагал, что в Мичигане мы будем встретиться. Но Бог так ведет, и в сегодняшней песне, да благословит Господа, я буду... Глаза be the name of the Lord. Когда хорошо, когда плохо, мы не знаем, как Бог будет вести нас. Мы вообще планировали жить в России, жить в Перми надолго, устроили наш жизнь там. Бог по-другому нас вел. И, ну, это было достаточно тяжелое время. Но мы видим, как Бог нас ведет. И можем, ну, реально говорить, благословит... Пусть Бог благословит. Да, будет имя, да, будет имя Господне благословенно, да, в любых ситуациях. Не знаю, ты можешь сказать. Да, я кратко скажу о себе. Я, на самом деле, бывшая мусульманка, потому что я татарка, и родилась в татарской семье, и мы были мусульманами. Но, когда мне было 21 год, я уверовала, потому что я встретила миссионеров, которые приехали из Америки. Благословенные люди, которые до сих пор в Центральной Азии служат, и всю свою жизнь, 30 лет они привели там, и до сих пор там находятся. И для меня они были просто таким замечательным примером верности Божией. И после того, как я уверовала, была частью узбекской, причем узбекской подпольной церкви, такой же церкви, как в Китае сейчас, да, вот подпольной церкви и так далее. Также Кайанис пошла по их следам и стала служителем организации «Молодежь с миссией». Это миссионерская организация, которая началась здесь, в Америке, но она по всему миру практически люди служат. И вот наши друзья Эра и Нарашид тоже «Молодежь с миссией» служили долго с нами в Перми. Они до нас еще были там, служили, вот, и Бог сейчас привел нас сюда. Но я знаю, что очень много пророчеств, которые говорят о том, что Бог очень скоро собирается излить свой Дух Святой и начать пробуждение среди русскоговорящего мира, да, среди русскоговорящих людей, причем везде, где они находятся, где бы они находились, в России, в центре Азии, ну, где угодно, да, и здесь в Америке тоже. И поэтому я, как бы, всей душой верю в это и за это молюсь, и для меня большая честь и радость такая быть сегодня здесь на русской, ну, как бы, в вашем служении. То есть это русскоговорящая церковь, мы все с разных мест, кто-то с Украины, кто-то с России, где-то, кто-то еще откуда-то, да, но мы все советские люди, правда ведь? И у Бога большие планы для нас, советских людей, и Он будет использовать для нас для того, чтобы мы будем благословением там, где мы находимся. Поэтому ожидайте пробуждения, оно начнется у вас, здесь, в вашей церкви. Дух Святой и зальется, и будет мощное движение по всему миру, везде, где есть советские наши люди. Поэтому я очень рада быть здесь, мы с июня, как мы приехали сюда, и там, где мы находимся, в Питаске, там нету никого из русских, может быть, одного человека мы встретили, больше никого нет. Вот, поэтому, когда Елена позвонила и сказала мне, здравствуйте, меня зовут Елена, для меня это была, ну, как бы, такая радость большая, что кто-то со мной говорит по-русски. Вот, поэтому, Бог пусть благословит вас, я надеюсь, что мы будем дальше общаться, будут какие-то у нас связи. Большое вам спасибо, что вы приняли на наших друзей, нас сидим, это тоже Божье как-то проведение, чудо такое, что вот тоже через Рашида так все Бог устроил. Слава Богу, мы очень рады быть здесь и быть с вами знакомыми. Слава Богу, спасибо. Вопрос, Венера, как в Узбекистане вообще сейчас вот с церквями, с христианством, как-то более свободно или нет? Очень, очень долго, ну, так как это мусульманская страна, и при Каримове, это наш президент, который был там еще при Советском Союзе и долгое время, да, до истории смерти, были серьезные гонения, особенно для тех, кто, для христиан, которые стали христианами из мусульманса, там, Узбеки и так далее, да. Серьезные были гонения, постарай сидели в церквях, в тюрьмах и так далее, но с приходом нового президента пошло какое-то послабление, и сейчас намного проще. Даже первая церковь узбекская, которая зарегистрировалась, потому что до этого узбекские церкви не могли существовать, как бы, ну, официально, то есть нельзя было зарегистрироваться. А сейчас, вот я знаю, что одна церковь, они подали списки и зарегистрировались, будучи чистым с детской церковью, то есть на самом деле есть свобода, но не такая свобода, как мы хотели бы иметь ее, да, не такая свобода, как здесь, и даже как в России, даже, ну, в каких-то других странах, но по сравнению с тем, что было раньше, уже намного, намного лучше, намного проще. Слава Богу, слава Богу, спасибо большое, мы рады вас видеть также у нас в гостях, спасибо, не в гостях, семья, приезжайте в любое время, без предупреждения, да.